Четвертая книга Моисея, глава двадцать первая И сказал, «Если предашь народ сей в руки Мои, то положу заклятие на города их». Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому Хорма. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа, против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея, и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И отправились сыны Израилевы, и остановились в Овофе, и отправились из Овофа, и остановились в Ие-Авариме, в пустыне, что против Моава, к восходу солнца. Оттуда отправились и остановились на долине Заред. Отправившись отсюда, остановились у той части Арнона, в пустыне, который течет вне пределов Аммарея, ибо Арнон — граница Моава между Моавом и Аммареем. Потому и сказано в книге «Брани Господних» — в Агеб, в Суфе, и потоки Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилагает к пределам Моава. Отсюда отправились к Бе-Эр. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею «Собери народ и дай им воды». Тогда воспел Израиль песнь сию «Наполняйся, колодец, пойте ему, колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа законодателям, жезлами своими». Из пустыни отправились в Матанну. Из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вамоф. Из Вамофа в Гай, который в земле Моава, на вершине горы Фаски, обращенной лицом к пустыне. И послал Израиль послов к Сигону, царю Амморейскому, чтобы сказать «Позволь мне пройти землею Твоею, не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодезей Твоих, а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов Твоих». Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы, и собрал Сигон весь народ свой и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Иаации и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его от Арнона до Иавока, до пределов Аммонитских, ибо крепок был предел Аммонитян. И взял Израиль все города Сии, и жил Израиль во всех городах Амморейских, в Есивоне и во всех зависящих от него. Ибо Есивон был город Сигона, царя Амморейского, и он воевал с прежним царем Моавицким, и взял из руки его всю землю его до Арнона. Потому говорят приточники, идите в Есивон, да устроят и утвердят город Сигона. Ибо огонь вышел из Есивона, пламень из города Сигонова, и пожрал Ар-Моав и владеющих высотами Арнона. Горе тебе, Моав, погиб ты, народ Хамоса! Разбежались сыновья его и дочери его, сделались пленницами Амморейского царя Сигона. Мы поразили их стрелами, погиб Есивон до Дивона, мы опустошили их до Нофы, которая близ Медевы. И жил Израиль в земле Амморейской, и послал Моисей высмотреть и езер, и взяли селения, зависящие от него, и прогнали Аммореев, которые в них были, и поворотили, и пошли к Вассану. И выступил против них Ог, царь Вассанский, сам и весь народ его на сражение в Киедрее. И сказал Господь Моисею, не бойся его, ибо я предам его и весь народ его, и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем Амморейским, который жил в Есивоне. И поразили они его и сынов его и весь народ его, так что ни одного не осталось, и овладели землей его. Субтитры создавал DimaTorzok